Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об осенне обрезке винограда, но не совсем стандартно. Сегодня мы будем обрезать кустики, которые не формировали по науке и обрезали не совсем правильно. Мне повезло, у меня есть замечательные знакомые, которые мне эти самые кустики предоставили для демонстрации. И сегодня на их примере я вам покажу, что можно сделать. Вот в такой ситуации, когда мы только стали изучать вот эту самую науку по обрезке винограда. Вот такие у нас два замечательных кустика. Они не совсем не ухожены. Их обрезали, единственное, что обрезали не всегда и не совсем правильно. И вот на них мы посмотрим, как это сделать правильно, чтобы получить с них максимальный урожай. Самое важное, что нам надо уяснить, это принцип, на каких побегах виноград плодоносит. А он плодоносит на побегах, выросших в этом году. Как их определить? Значит, смотрите, они будут отличаться по цвету. Вот эта старая лоза, она как бы более серая такая и более шершавая. А однолетняя лоза, она вот такая, более коричневая. Вот смотрите, вот тоже мы видим побег. Это старый, а вот это однолетний. И здесь мы видим, ну, как бы довольно частую ошибку. Вот, впускается вверх. Вот здесь лозочки растут, коротко обрезаются. Потом из них тоже растут коротенькие побеги. Ну, конечно, это сказывается на плодоношении, на качестве ягоды. Чтобы нам детально разобраться, что нам убирать, что нужно оставить. Потому что, когда мы подходим к кустику, сразу у нас возникает много вопросов. В первую очередь, мы уберем то, что нам совсем не нужно. Например, плохо вызревший лоза. Смотрите, вот эта вот коричневая лоза, она хорошо вызрена. Она видна и по цвету, она видна на ощупь. А вот эта вот, она высохшая. Вот здесь, смотрите, вот тоже, она недозревшая. Поэтому вот это вот все мы лишнее пока уберем, чтобы оно нам не мешало и нас не смущало. И, смотрите, вот эта недозревшая лоза, я ее показала. И видим, что дальше вот тоже недозрела. Поэтому мы можем отрезать. Вот это нам тоже не надо. Прямо вот здесь внизу. Все, вот это убираем, и нам лишнее. Вот с этим побегом тоже я вам вблизи его показывала. То же самое. Все, что внизу, тоже оно все плохое. Значит, убираем вплоть до того, что здесь не видно. Я сейчас камеру чуть-чуть опущу. Вот здесь прям такой вот пенек. И ничего полезного нам нет. Можно его полностью убрать. Секатором я не потяну, поэтому обрежу вот так. Вот так. Все, что сухое, можно обрезать. Вот это тоже сверху. Нам вот эта вот лозочка. Так, поставим камеру, чтобы было видно. Мы понимаем, что она нам, наверное, не пригодится. Хотя, хотя, может быть, мы ее еще положим туда, пока не спешим. Вот это тоже сверху. Не совсем дозревшая, попосохшая. И вот у нас есть хорошая лоза. Может, мы, конечно, потом уберем. Но пока что мы обрезаем до нее. А дальше будем смотреть. Итак, смотрите, более-менее мы этот кустик в порядок привели. Идеальный вариант, чтобы нам все-таки приблизиться максимально к нужной формировке, это найти нужные нам побеги максимально близко к земле. Вот смотрите, например, вот этот побег. Ну, он, может, вам издалека плоховато видно. Он зеленый, к сожалению. И он нам не годится. Мы можем оставить здесь какую-нибудь одну почку, из которой в следующем году вырастет побег. Но больше как бы нет смысла, потому что он не вызрел. Зато вот этот, он нам подходит как бы и по толщине. Да, здесь довольно хорошая толщина, довольно хороший побег. Вот он прекрасно располагается, он очень удобный для нас. Но, смотрите, здесь есть еще один маленький побежек вот, скажем так, на этом пути. Я специально покажу вам это поближе. И он слабенький, он нам вообще не нужен. Его хорошо бы убрать. Так, вот это уберем, чтобы нам не мешало. Но важно, если мы его подрежем вот так вот коротко, то затягивая ту рамку, виноград вот там сделает пробочку. И проводящий путь, скажем так, будет нарушаться. Поэтому мы вот такую штучку обрезаем где-то на сантиметр, полтора. Идеально было бы, конечно, вот этот побег оставить. Но он маленький, он не годится. Вот этот гораздо лучше. То есть, когда мы работаем вот с таким кустом, мы выбираем то, что для нас максимально удобно по многим параметрам. Теперь смотрите, пока мы близко, у нас есть вот такой шикарный побег. И толстенький, и вызревший. Все в нем хорошо. В идеале его можно было бы наклонить вот в ту сторону. Но, смотрите, когда мы наклоняем побеги по их росту, он растет в ту сторону, велик риск, что он обломается. И его лучше наклонить вот в эту. Единственное, что он толстенький, и может наклонить его не сразу, не за один подход. Он нам даже хорошо очень подходит именно по нашей формировке. Смотрите, я пока что вот его наклоню. У нас решеточка вот так. Он немножко привыкнет. Мы его спустим еще. Да? Потом, потом еще. Не надо ломать до хруста. Постепенно мы никуда не спешим. Вот. Пока вот так. А потом он у нас ляжет вот на этот уровень. И будет замечательный побег. И, собственно говоря, в эту сторону, и вот у нас уже получается вот так вот. Два побега, которых более чем достаточно. У нас тут не так много места, скажем так, на нашей шпалере. Поэтому вот этого нам достаточно. И все остальное мы можем убрать. То, что растет в эту сторону. И посмотреть. У нас еще есть место в эту сторону куда пойти. Потом здесь вот стоечка. Она натянется. Проволочка, ну или что-то еще. Поэтому вот сюда мы делаем то же самое. Выбираем два каких-то вот таких хорошо и удобно расположенных побега. Вот видите, вот это у нас старая древесина. По-хорошему не можно было бы попробовать наклонить. Хотя, видите, вот то, что я говорю, есть шанс, что он ломается. Вот. Ну, если постепенно нагибать, то, в принципе, можно наклонить. Посидите на, что тут у нас коротенькие побежки. Может быть, они нам не совсем подходят. Надо посмотреть, что у нас есть еще. Что мы можем использовать. Ну, вот эту вот мы точно не наклоним. Она никак нам неудобна. Мы ее убираем. Вот на две таретки, ну, пока подумай, она у нас наклоняется. Вот, поэтому посмотрим. Идеально было бы, конечно, вот откуда-нибудь отсюда иметь однолетний побег. Ну, к сожалению, вот как здесь. Вот как этот. Ну, к сожалению, у нас такого нету. Поэтому будем искать то, что есть. И смотрите, вот с этой стороной мы более-менее разобрались. А вот с этой у нас посложнее, потому что много вот таких вот коротеньких побегов, да, с одной стороны, со второй стороны. И вот этот я вам показывала, да, говорила, что может быть, оставим. Но опять ситуация, так же, как и там. Вот этот побежек, я посмотрела, он сухой. Ну, вот здесь, может, одна почечка живая, а живую у нас только вот эта вот часть. Ну, конечно, можно его сюда опустить. Вот это на пенечек срезать. Ну, на самом деле, у нас еще он с той стороны есть побежики. Поэтому, наверное, есть смысл брать. И вот, вот этот вот побег. Здесь, видите, был двойничок. Вот, вот он. Можно пробовать ему наклонять. Конечно, двойничок вот такой нам точно не нужен. Смотрим, что у нас, в принципе, это зеленое, это зеленое. По лозе все хорошо, но вот это обрезаем. И смотрите, что мы имеем. То есть, мы имеем примерно два равнозначных побега, плюс-минус, которые идут сюда. И вот из них мы можем выбрать, что нам лучше, что нам удобнее, что проще наклоняется. Но вот этот не очень, тем более, что там внизу. Мы много чего лишнего убирали, поэтому все-таки, наверное, оставим этот. Но посмотрим, что мы еще сможем с задней. плоскости взять. Пока что вот. Опять же, обрезаем на пенечек. А этот убираем совсем. И смотрите, что у нас получается. Пока что вот этот, над которым мы сомневаемся, на этой плоскости у нас вот еще есть. Вообще шикарно расположен. По низу шикарно наклоняется. И смотрите, если мы примерим, то, в общем-то, они будут равнозначны. Вот. Можно было бы оставлять, например, этот побег. Но он уходит слишком далеко. Уже все. Там у нас больше шпалеров не будет. Так что мы вот так вот убираем. И имеем вот две плодовые стрелочки. Этого нам более чем достаточно. Будет вот так вот мы их наклоним. но у нас посмотрите, получается, что вот эта вот часть куста, вот эта, она свободна. И по-хорошему мы бы тоже могли ее чем-нибудь занять. Именно для этого я вот оставила еще вот здесь побеги, которые мы можем подумать, как и что с ними сделать. Ну что, вот у нас есть однолетний побег. И вот еще у нас есть однолетний побег. Здесь он у нас очень длинный такой и хорошо вызревший. И смотрите, что мы можем с вами сделать. Вот либо с одного либо с другого. Какой удобнее. Мы его можем вот так развернуть. Но все-таки вот этот он нам неудобен. Пока что отрежем вот так и посмотрим, может еще отрежем больше. То здесь опять же мы руководствуемся принципом, что с одной стороны мы выбираем самый лучший лоз, а с другой стороны так, чтобы они более-менее нам подходили по расположению. А вот этот пока что в принципе можно оставить. Вот мы чуть-чуть места занимаем. То есть смотрите, вот я прикладываю вот эти штуки. Вот они. Вот это старая древесина, вот это плодовая стрелка. Вот у нас это место занято. Это место свободно. Прикладываем вот этот. Вот еще мы место заняли на шпалере. Ну вполне неплохо. так и вот эту вот эту этот побег мы можем развернуть если он у нас не сломается ну да иногда ломается значит не повезло развернуть и еще вот здесь немножко места занять. Конечно могут просыпаться все почки. Ну мы весной будем делать зеленую проломку и просто уберем все что нам мешает. И смотрите какая у нас красота получилась. Здесь два побега. Вот это пространство у нас занимает вот этот побег и вот этот развернутый в обратную сторону. с этой стороны вот этот вот толстенький кстати вот он чуть-чуть побег наклонен и я смогла его наклонить больше и дальше тоже вот и вот все уже весной мы посмотрим как наши почки будут просыпаться и что мы будем убирать что мы будем оставлять опять же посмотрим где-то может вот отсюда снизу отрастим новый рукавчик чтобы нам было удобно потому что вот здесь да мы с вами уже ушли далековато но в этом году мы будем работать именно таким образом теперь мы переходим ко второму кустику со вторым кустиком он слабее у него лоза хуже повозревала поэтому опять же вот выбираем ну вот у нас какая-то есть лозенка недалеко от земли лишняя мы выбираем вот здесь у нас что-то есть вот здесь что-то есть потом если решетку уберем а мы ее уберем то вот это вот будет коротенькая плодовая стрелочка пойдет сюда да у нас здесь места на шпалере мало для двух кустиков ну зелеными побегами будем нормировать и лишнее убирать вот этот побежек у нас хоть небольшой вот он пойдет в эту сторону плодовая стрелочка вот этот конечно тоненький совсем но мы его оставим и вот там вот на задней плоскости здесь уже нет белой ткани поэтому а плоховато видно сейчас я камеру сниму вот смотрите что я вам показываю вот этот у нас неплохой вот этот у нас неплохой ну вот этот оставим про запас в принципе его можно будет вот сюда повернуть а дальше посмотреть конечно такой тоненький нежелательно использовать на плодовую стрелку от отсюда откуда нибудь отрастим парочку хороших побегов которые в дальнейшем будем использовать ну вот этот я уже показала вот тут маленький хвостик можно попробовать туда завернуть конечно вам может показаться что мы оставили слишком много побегов но дело в том что осень у нас была так себе мы не знаем насколько тут все хорошо перезимует и лучше мы оставим небольшой запас а потом повторюсь весной выберем самые лучшие побеги которые нам нужны будем смотреть например вот эту весну даже у хороших лосток получилось что почки просыпались через одно если мы оставим мало то у нас будет та же шпалера не задействована а мы будем все-таки стараться максимально использовать те площади то что у нас есть и так по первому кустик у нас получается примерно вот такая вот картинка и примерно вот так это все будет выглядеть весной то есть на лозах этого года мы их расположили горизонтально и из них пойдут расти зеленые побеги на которых у нас будут ягоды еще раз повторюсь оставляли много потом будем выбирать лучшие почки лучшие побеги и постараемся максимально заполнить шпалеру поскольку место у нас есть то максимально будем располагать эти побеги по всей площади которая у нас имеется затем осенью мы это обрезаем красными линиями я пометила как может выглядеть обрезка у нас получается вот я дорисовала еще один такой ярко зеленый толстенький побег как я говорила что мы можем что-то снизу отрастить и в дальнейшем его пустить на рукав на плодовую стрелку но это скажем так один из вариантов я вам очень рекомендую посмотреть видео по формировке посмотреть видео по классической обрезке тогда вся эта информация как бы совместится и будет гораздо более понятно о чем я говорю и что я имею ввиду есть несколько вариантов как это все располагать вот один я вам показываю можем сделать вот так и потом вот эти зеленые побеги которые у нас остались мы их точно так же укладываем в горизонт и на следующий год получаем ну примерно такую же картинку вот так у нас может выглядеть второй кустик тоже пошли зеленые побеги да потом вот обрезали близко к началу кустика отрастили хорошие плодовые стрелки которые затем укладываем в горизонт но опять же у нас получается красивая картинка вот примерно так у нас выглядит один кустик который слева у него побеги более светленький и второй кустик который справа вот я пометила более темный побег ну вот так это может выглядеть весной и для вот такого типа шпалер конечно и в принципе не только для такого типа шпалер я как-то рассказывала что очень удобна формировка со смещенной зоной плодоношения когда зона плодоношения одного куста находится над скажем так другим кустом смотрите внизу красной линии показана примерно середина между кустами и мы делаем обрезку вот примерно на этой середке и потом получаем вот примерно такую картинку когда у нас левый кустик вот у него плодовые стрелки начинаются по серединке они желтеньким обозначены желтым это плодовая стрелка более темным это старая древесина рукав я думаю что более-менее понятно да то есть центр между кустами дальше вот у левого кустика справа будут плодовые стрелки а у правого кустика слева и таким образом мы эффективно заполняем всю шпалеру зелеными побегами мы эффективно шпалеру используем более того у нас побеги всегда будут в достаточно хорошем наклоне и нам потом очень легко будет их укрывать на зиму конечно такие виноградные кусты виноградным кустам рознь каждый кустик скажем так будет вести себя по-своему каждый куст рос по-своему и скажем так привести их сразу вот к классической формировке не всегда может получиться но самое главное это понять принцип какие побеги оставлять на каких побегах виноград будет плодоносить и еще не бояться не бойтесь делать что-то не так виноград растение очень пластичное поэтому ну что-то не получилось в этом году ничего страшного наверстаем в следующем если мы поймем принцип то все у нас получится на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды мои контакты и до новых встреч